так рацию отключу на 10 минут добрый день тех-центровым за долгопрудный опять же по традиции расскажем чем мы сегодня заняты hyundai santa fe выполняли ремонт а кпп выполнили прокатились коробка едет все отлично ну и после ремонта мы еще выяснили что неисправно муфта 4 в.д. эту неисправность мы также устраним сегодня выполним ремонт далее киа sorento здесь у нас также ремонт коробки коробка снята задефектована сейчас происходит процесс согласования киа карнивал двигатель d4 hb вылетел датчик температуры масла с корпусом масляного фильтра соответственно вытекло масло и как следствие двигатель застучал выполняем капремонт далее kia bongo не часто такой представитель нас бывает такой вот квадратной кабиной выпускались они по моему с девяносто седьмого года по 2004 тем не менее состояние не такое уж ужасное выполняли техническое обслуживание и ремонт ходовой далее вот опять же карнивал сегодня утром привезли на эвакуаторе с проблемой посторонний звук двигателя очень похож на стук что-то мне подсказывает что здесь тоже предстоит капитальный ремонт двигателя на противоположной стороне это уже в основном готовые автомобили стоят как мы видим много портеров 4 портера первых из них на двух застучал двигатель потому что нещадно он эксплуатировался долгое время не сильно за ними следили на одном из моторов приехали там щуп вообще сухой долили порядка 4 литров масла так kia sorento двигатель 2 и 2 hb дизель здесь выполняем ремонт ходовой устраняем течи масла распространенного них неисправность течет трубка слива масла с трубокомпрессора и и мы будем также менять далее а x55 двигатель d6 е а выполняем замену свечей накала ну и вероятнее всего нам предстоит здесь помыть еще коллектора раз уж мы сюда забрались чтобы заменить свечи как мы уже поняли необходимо снимать пустой коллектор потому что находится они допустим одна свеча 2 уже за корпусом масляного фильтра в общем не очень удобно конечно ну скажем так и процедура не такая уж и часто можно иногда это и выполнить автомобиль прибыл кстати сказать краснодара потому что с таким расчетом что если вдруг сломается свеча мы же ее и удалим потому что в краснодаре как он узнал там за это не берутся специалисты hyundai s1 здесь выбило форсунку второго цилиндра мы восстановли восстановили резьбовое соединение закрутили поменяли проверили все отлично будем отдавать вот владелец автомобиля уже ожидает конечно едем сейчас пару минут и едем заглуши ее никита не пахло kia sorento 2 и 4 бензин выполняем замену стартера стартера находится не очень удобном месте чтобы быстрее поменять проще всего при опустить подрамник вот он старте при опустить подрамник и уже более-менее к нему появляется доступ далее а x35 двигатель двухлитровый дизель не так уж часто на них встречается d4 h а выполнили замену комплекта грм и также выполняем ремонт ходовой и тормозной системы заканчиваем далее портер он же а что здесь мы меняем тормозные диски меняем стартер что еще мы здесь делаем скажу а также меняем суппорта все в процессе киа sportage пробег порядка девяносто восьми тысяч километров владелец прибыл с тем чтобы проверить состояние катализатора ну в принципе сделал он это не зря как мы видим же большая часть катализатора отсутствует просто его уже нету так ну что наверное нужно будет и цилиндре заглянуть да я думаю проверить чуть чуть позже мы это сделаем кендес сантафе 2 и 2 дизель здесь мы меняем одну форсунку выполнили прожиг сажевого фильтра заменим масло и заменим один амортизатор заехал на замену амортизатора антифриза работы выполнял специалист анвар очень доволен качеством работы прошлый раз было расширенное то делали чистку воздушного коллектора сход развал прожиг сажевого фильтра целом очень доволен kia sorento здесь ремонт кодовой рычаг пружины и несколько соленблоков и снова санта-фе здесь будем менять вот наверное анатолий можете расскажет 20 тысяч назад втором центре менялись цепи была установлена не оригинальная нижняя цепь вот визуально видим сразу и также была обильная течь масла не сменили прокладку клапанной крышки и шестерню тнвд который у нас является болячкой тоже не поменяли и рекомендации никаких не дали в этих моторах есть нюансы про которые необходимо знать и скажем поменять комплект грм практически в каждом автосервисе это возможно сделать но такие нюансы как необходимость замены шестерни убирать демпфер не все знают и связи с чем автовладельцу приходится заново платить за то чтобы разобрать грм и заменить шестерню а на этом все прощаемся с вами еще больше интересных новостей технических нюансов в нашем telegram канале ссылка будет в описании заходите подписывайтесь смотрите до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok